Баллистическая ракета «Синева» Успешно запущена из акватории Баренцева моря И поразила цель на полигоне Кура В это же время атомная подводная лодка Юрий Долгорукий Выполнила не менее успешный пуск Межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» Другая МБР «Тополь-М» шахтного базирования Стартовала с космодрома Плесецк И поразила цель на Камчатке С пусковой базы в Ясно В небо устремилась знаменитая РС-20 Она же «Сатана» С четырьмя микроспутниками И космическим аппаратом на борту С космодрома Плесецк Ракетой-носителем «Союз-2.1.Б» Выведен на орбиту спутник «Глонасс» Следом, впервые в истории С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1.А» С грузовым кораблем «Прогресс» А уже на следующий день С Плесецка стартовала другая «Союз-2.1.А» На этот раз с аппаратом связи «Меридиан» И, наконец, особенно важный пуск Произошло долгожданное испытание новейшей российской ракеты легкого класса «Ангара» Все пуски и выводы на орбиту прошли успешно Ладится дело и на земле В Свердловской области трубная металлургическая компания запустила новый прокатный стан Объем инвестиций в проект 17 млрд. рублей Ожидаемый эффект до 600 тысяч тонн готовой продукции В Ярославской области открыт завод «Русские газовые турбины» Инвестиции 5 млрд. рублей Планируемая мощность до 20 установок в год В Брянской области «Мироторг» запустил крупнейший в России автоматизированный комплекс по производству и переработке говядины На строительство потрачено свыше 6 млрд. рублей Плановая мощность – 1000 голов в сутки Это вытеснит 7% импортного мяса Вторая очередь крупного животноводческого комплекса открыта в Тамбовской области В Воронежской новый свиноводческий комплекс стоимостью 6 млрд. рублей В Оренбургской мясоперерабатывающий завод В Татарстане на заводе окиси и тилена запущено новое импортозамещающее производство В Чуашии открылся завод клинкерной фасадной плитки и ступеней – тоже импортозамещающее производство В Пермском крае запущена новая производственная площадка по выпуску оптического кабеля В Новосибирске открыто производство теплопроводной керамики – 100% импортозамещение Здесь же, кстати, готовится к выпуску другой уникальный материал – пластины из карбида-бора для бронежилетов элитных войсковых подразделений В Амурской области дан старт первой очереди новой золоторудной фабрики А в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях заложены две дизель-электрические подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» и так далее Отдельно отметим чрезвычайно важную производственную новость Запущена в производство опытная партия универсальных микропроцессоров «Эльбрус-8С» Важно потому, что это полностью российская разработка Причем не только современная, но и имеющая ряд уникальных технических возможностей, на которых мы не будем здесь останавливаться Добавим лишь, что на основе процессоров планируется организовать массовое производство серверов, рабочих станций и других средств вычислительной техники для государственных и бизнес-структур, имеющих повышенные требования к безопасности информации Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу официальную группу в сети ВКонтакте